А жопа не опускается? Я забыл, дядя! Опусти подушки! Спасение, спасение! Прилетели наши две головы, дядька Вовка вытаскивает Мерса, Бенса. Все, Бенс поехал, сервис. Олежка забирает прицеп. Все, Олежка будет с тонаром бегать. У меня когда-то такая же пищалочка была, пока колесо не бабахнуло, крылья не разлетелись. Давай-давай, дядя! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Подушки надо поднять! Еще чуть! Еще! Еще! Давай, пробуй! Только слышишь, Олег? Выверни руля! Сюда! Да! Вот, давай! Стой! Еще подушки подними! Подушки! Все, давай, заезжай! Давай-давай-давай-давай! Дома! Бля, подушки высоко пришлось поднять на всю! Да? Ну все, все, он больше не поднимается! Защелкнулся? Да! Да! О! Даф с тонаром! Вообще ништяк! Сочетание обалденное! Даф с тонаром! Во, даф с тонаром! подать пожрать сейчас принесу чуть-чуть пусто сегодня отнесу жрать славян жрать на хочет подойти что у нас есть у нас есть хлеб лимонад сырок сейчас возьму пойдем боится сроки брать чтобы они его прикрутили потом да и все коробка вот безопасен себе да да не слушают крутить его да ладно а чё будет вообще не не будет не достает не дата счетом много большого состояния дологу сверху положите все как-то положишь на чем стоит это ничего не будет он привязан хорошо более честно ровно если выскочим но по двойке там может больше варить освободи сделай больше славян а ключи мои где их тут много как какие мои не знаю вот это твой блестит он да так а я давал 22 и 21 ну посуде да вот этот мой арсенал вот так и живем олег футбол играешь ахахаха 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 все сняли кардан на мерседесе подцепили вся дядька ловка потянет бэнс в сервис а олешка смотрится хорошо карданчик подвязали все нормально можно тащить скорее всего коробку будут снимать смотреть почему скоростя пропали ну парни с богом аккуратненько потихонечку давайте парни аккуратненько и давай дядь ты вообще четко смотришься ахахаха пошел все а я короче ребят поехал в другую сторону поеду грузиться карьер а ведь у меня барахлит один габарит их то горит то не горит блядь не угадала с лампочкой светомузыка блядь сейчас ребята оттянут бэнс сервис ну и прицеп там уже оставят вот починят потом славян поедет заберет блян замерз ну а суша все замерзло ну и холодно два градуса блядь холодновато просто иди прям в след четко в след блядь славян а ты выключи свет чтоб ты дядя Вова не слепил не вообще не мешает ни хуя заебись включай там какой нибудь нах бог бы просто в след иди блядь и все вообще заебись а прицеп то блядь тяжелый сука ха-ха-ха 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 если Олег не идет к прицепу то прицеп идет к Олегу начесывается да тонарчик он тяжелее блядь ну он и больше а да да я же говорю тяжелее чувствуется тяжеленький блядь я был там на заводе блядь на коленках собирать до сих пор блядь там эти тонары блядь двоечка светится так красиво но металл там не жалеет ни хрена здесь то он блядь металл там настоящий блядь так прям плавненько красиво светится вся М2 единственное что им сейчас бы проехать вот эти повороты здесь налево направо налево направо чтобы вот они не дергались а дальше они выходят на двойку и чешут до 107 потом по 107 и в сервис в принципе там везде они по прямой гладкая дорога дядька Вовка а я в малинке я сейчас вы налево а я направо а 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 прекрасная, ай как хороша, они потихонечку едут 40 км в час, я поеду грузиться, то время уже позднее, загрузиться, до спать ложиться, завтра с утра разгружаться, нужно будет на разгрузке, поэтому сейчас загрузиться, еще надо доехать до разгрузки, как бы, ты что-то вроде говорил там, что-то монтировал, монтировал, смотрел, смотрел, не дождался, ничего не выкладывал, не, не, дядя Вов, вышел ролик, вышел, в 6 часов я опубликовал, а, понял, я днем смотрел, дошел, посмотрю, все ветерком, ну а вы сейчас оттянете славян, а потом что, прицепы цепляете сюда на карьер, да? Да, да, в работу, в работу, а ты славян ночуешь в сервисе, завтра машину сдаешь и домой, да? Да, 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 может, кем-нибудь там мимо, кто поедет, захватит меня, но мы там на 107 возим, если что свистнешь, там рядышком кто-нибудь заскочит и заберет тебя, я в группу напишу, если что, ну или в группу или в личку кому-нибудь напишу, кто-нибудь приедет, заберет. У меня не всех личных номеров-то нету. Туда возят я, Миша, гаджик и Андрюха. У меня только свой номер и гаджик, и все. О, лиса, блядь, во дворе бегает. Если что, с этой группой, иди уже на номерочек, да, напишу. Так, пацаны здесь... Пацаны, ну, он там вылез, да, и все, договорились. Куда-то налево, давай. Ну, да. Придерживай, плавненько, плавненько, придерживай, но не так резко, потихонечку. Как ты сам бы тормозил бы, так вот и мной тормози. Получается, Славян сейчас как парашют, как тормоза у дядь Вова. Я, короче, в Тулу. Не, не, прости, прости, прости. А парня на Москву. Ну, дергай, начинай, взять Вовк, когда отпускаем. Блин, как мне Дальний здесь нравится, блин, обалденно. Смотрите, вот я на ближнем еду. Дальний. Дальний вообще прям хорош. Похвастаться туманками, смотрите, это вот ближние, а это туманки. Вот чисто на туманках еду. Это вот ближние. Но ближний он такой желтоватый, желтым светит. Вот туманки. Можно на туманках даже как бы ездить. Но ближний, конечно, ну как бы. Ближний есть ближний, все равно он светит лучше, чем туманки. Ну, с туманками и с ближним намного эффективнее. Ну, Дальний здесь вообще пушка. Короче, ребят, такие дела. Мы с Юриком вдвоем ездили. Юрика забрали у меня. Юрик уехал в другой карьер, я поехал в другой карьер. Еще как-то вправо фары бьют. Не прямо вот сюда по дороге, а как-то вот сюда они светят. Фары-то никто и не настраивал, кроме завода. Получается, я уехал в другой карьер. Мишаня. Кто там? Гаджик. Гаджи и... Кто еще? Андрюха. Мы... А, еще и Камаз. У нас с нами красненькие. Вот, Камазик красненький, он нам помогает. А парни, получается... Ну, Бенц вышел из строя, поэтому забрали Юрика. Юрик поехал за место Бенца, помогать парням с другого карьера возить на другой бег. Вот такие пироги. На спидометре за сотню. Озера мелькает. 115. С бугорка разгоняется. Хорошечно. Пустой, пустой, ребят. Не переживайте, лечу пустой, поэтому все страшно. Машина сама разгоняется с бугорка. Отпускать ее можно в подъемчик, чтобы залетала. Она вообще прям как птичка. Короче, ехал я в карьер. Малиновский шеф брякнул. Позвонил и говорит, быстрее круть вверх, давай вверх назад. Другой карьер, там куда-то на подмогу. Я вчера, короче, поехал грузиться на... Малинки там и на склады, на одни. А пацаны там, получается, кто у нас? Олежка, Диман, дядя Вовка и... Юрик, Юрик, Юрик. Вот. Нужно им помогать ехать. Не успевают они там, короче, на подмогу, на подмогу лечу. Наверное, возможно, сейчас все парни развернутся, наверное, и за мной чулкнут. Этой дорогой еду, наверное, второй или третий раз. Особо ее не помню. Это, короче, не по трассе по М2, а тут какими-то огородами. Полями, огородами, деревнями, бля... Я даже уже и забыл, что тут дорога, блядь, нормально она, не нормально. Судя по черным полосам... У-ух-ух! У-ух-ух! У меня тут особо, блядь! Прости, пожалуйста, у меня лексинский район. Дорогу почини. Стыдно, блядь, за вас. Да за всю Россию стыдно, у кого такие дороги, блядь... богатая страна дорог нет позор блять позор тащит волки все ворует блять ворует никак не напиздится денег все и мало 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 нас наверное россия первое место занимает по коррупции блять деньги то может быть выделяют владимир владимирович может быть даже не в курсе может быть то деньги выделили но деньги то выделяются на ремонт дорог только они не доходят там попилили тут попилили тут распилили там распилили и как в той песне я тебя слепила из того что было короче какие монетки остались те денежки остались так вот дороге подчинили подлатали блять и так сожалению везде и во всех районах вижу черные полосы надо надо парашют кидать блять об мягенько но вот я думаю на эти ладки пару миллиончиков нам выделялись там далеке вижу черные ладки там прям вообще новый асфальт там наверно вообще огромная огромная сумма выделялись я ребята как-нибудь поеду если все хорошо будет к себе на родину в городскую область откуда я родом с древние вам покажу дороги какие-то я хочу поехать заснять эти дороги и выложить этот позор потому что там никто ничего не делает там просто просто-напросто отменили автобусы рейсовые почему потому что у вас дорог нет автобус не может к вам проезжать раньше автобус ходил с понедельника по воскресенье вот ладки положили только в россии мне кажется такие ладки стелят чтобы они на пару сантиметров и чтобы на пару сантиметров выбирали вот нельзя вот как вот я не знаю как в германии грамотно сделали отверстие вода застелили асфальт закатайте вы в рове нет они вот такую ладку вверх и банут прям что год ну чтобы прямо да я не знаю на всю жизнь помнили наш на дороге или я не знаю почему такие ладки делают чтобы он выпирал настолько вверх они все надеются что он когда-то будет утрамбовываться до за столько лет уже можно понять что если вы ладку ложите на два сантиметра выше она нихуя не утрамбовывается она только подвеску трамбовывает я просто не могу с этих дорожников для вот такие вот ладки вверх выпирают это потом есть не то что по стиральной доске я не знаю как по каким-то блять лежачим полицейским и вот так вот везде принципе латают вот сейчас вам доказательства тульский район для хуя на починили дорогу я добрался ребят до карьера заехал в карьеру там кто-то написал в комментариях что типа ездить в каске блять и в маске типа это здесь есть порядок такой если меня увидят без каски штраф 5000 на второй раз я уже в карьер не заеду если без маски они у меня увидят она хотя бы должна висеть хотя бы на ушах должна просто висеть вот штраф больше сюда не заедешь нарушаешь правила карьера это как принципе везде это порядок это хорошо когда есть такой порядок это то же самое что-то нарушил где сплошных ты пересек те сотрудники не подойдут и не скажут так не надо делать тебя просто возьмут прав лишат воды все так и здесь чтобы ты больше не нарушал тебя просто сюда не пустят выпишут штраф ты больше туда заезжать не будет поэтому кто этот комментарий написал не я дебил то что маски езжу а ты если ты не понимаешь нормальных как бы человеческих слов которые я говорю если я это одеваю это не значит что я просто блять хуй знает полуфабрикат какой-то дурачок блять езжу просто не делать не хуй езжу маски блять по карьеру в кабине езжу вот ну а просто так и каску просто так наглую одевая от того что вот я не знаю про рамом себя чувствую хуля прежде чем такие комментарии писать вы хотя бы слушайте что я говорю либо ну либо хотя бы почитать я не знаю в роликах которые показывал вот здесь вот заезжаешь под на вагончике висит требования правила и я их ребят снимал и показывал если не внимательно смотрит ну уж простите стараюсь объясняю как могу а там уж извиняйте извините ляйте и да ребят я как бы а то есть начнут писать я в политику не лезу я политики не силен про дороги просто сказал натуре как она и есть это что нихуя не могут дороге делать а то скажут оля чего политику лезешь такая политика я как бы тут и так все понятно что бардак ребят хоть лезь хоть не лезь то в эту политику живут только москва и область может половина области ну и питер еще если взять на питер регионы остальные все города не живут а выживают живут там только в чиновники а народ выживает именно выживает они проживает сейчас идет на выживание потому что такими ценами с такими зарплатами нахуй народ не может жить он только может выживать хотя бы как-то поэтому хуй знает не моя эта политика я знаю что и так бардак и я не знаю и так что беспредел полнейшие просто мне достаточно знаете ребят чего просто достаточно я вам один просто один пример приведу а там уж задумайтесь сами взять любого инвалида неважно девочка мальчик просто инвалид любой группы почему блять он должен каждый год или сколько там год или в два раза в год и не знаю или почему он должен подтверждать свою инвалидность чтобы получать пенсию что инвалида блядь за год нога отрастет или рука отрастет не могу понять или у нее что-то изменится влей не вот это вопрос так бесит можно взять просто к примеру любого подписчика да у меня знаю что намного подписчиков которые инвалиды они там пишут что блять чтобы получить пенсию нужно ходить добиваться там ну каждый год что-то сдавать там блять проходить чтобы просто получать пенсию он должен подтверждать каждый год что или там мы не знаю или раз в два года что он еще инвалид не вот этот вообще бесит если он инвалид но он никак не вылечится у него ноги руки не отрастут если он там инвалидность получил это бред полнейшая далеко ходить не будем я помните ситуацию рассказывал да у меня мама когда обожгла сильно и дали группу инвалидную не помню ко вторая третий не было а по-моему год наверно или два получала пенсия там нужно было ездить подтверждать и она приезжает ей плохо как бы у него это но состояние еще было плохое приехать в больницу просидеть блять я не знаем миллион блять часов в в этом в калидоре блять дождаться своей очереди и чтоб тебе сказали извините все как бы нам и на сегодня закрыто приходите завтра а мы живем от города хукукуева и мама там добирается автобусом маршрутками и вот отъездить ходить унижаться блять доказывать свою инвалидность что получить какую-то копейку да позор этому правительству блять и государству больше ничего не могу вот поэтому и другие примеры даже приводить не буду мне кажется этого достаточно про какие-то там дороги говорить или говорить про что-то еще или вот как пацанам до дальнобойщикам затягивают лямки блять цены уже не могут сами на себя работать потому что что пытаются выжить выжить пытаются частников пытается убрать частников пытается большими фирме фирмами как-то выжить маленькие цены специально урезают чтобы частникам не выгодно было потому что это вот все это специально все это делается народ просто обычный народ обычные люди государству не нужны но это мое личное мнение поэтому ребят держитесь братья как им давайте будем держаться я не знаю друг другу помогайте ребят потому что нам больше никто не поможет кроме нас самих к сожалению